Всю жизнь Валентина Телегина профессиональный дизайнер и не только работала с одеждой. Много лет она занималась народной культурой, ремеслами, промыслами. Потом увлеклась народной куклой и все знания смогли воссоединиться в одном деле. Я стала заниматься традиционной куклой в народных костюмах. Это очень интересно, потому что страна наша большая, очень много разных отличий костюма одной и другой губернии. Это в основном ориентир на конец 19-го, начало 20-го века. С помощью кукол и их костюмов мастер стал воссоздавать не только одежду наших предков. Через них можно узнать особенности быта и традиций того времени. Выставка, представленная Валентиной в музее-заповеднике Пушкина под названием «Осень идет, за собой зиму ведет» рассказывает о народном календаре. Народный календарь земледельческий существовал прежде всего как календарь крестьянина, который возделывает землю, занимается животноводством и так далее. Именно с помощью календаря человек чувствовал такое единение с природой. Он понимал, когда нужно посев делать, когда нужно жать, сеять и так далее. С приходом осени начинали готовиться к свадьбам. Устраивали посиделки, собирали приданые, наряжали невест. Все это сопровождалось массой обрядов, например, впрыгиванием в паневу. Девушка должна была с лавки или с плечи, с высокого места в эту паневу войти или впрыгнуть. Конечно, ей это не очень хотелось делать, но родители ее уговарили. После свадеб начинались зимние забавы. На Екатерину-санницу все от мала до велика катались с горок. Очереда новогодних обрядов призывала к пробуждению природы. В этот период и проводятся и гадания всевозможные, и ходят по селению, по селу, по деревню. Ходят группы детей, молодежи, которые каледуют, которые славят Христа, которые занимаются щедрованием. Кульминацией народных гуляний становится масленица и сжигание чучела. Чучела делали из соломы, из разного старого тряпья, никаких новых тканей специально не покупали. Лицо масленицы не делали, не украшали ее никак. Масленица символизировала отжившую свой век старуху. Выставка народных кукол в Веземах смотрится особенно колоритно. Ведь именно здесь маленький Саша Пушкин впитывал народную культуру, которая и сформировала его как великого русского поэта. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.